Возможно, вам приходилось бывать в такой ситуации, когда чувствуешь себя застрявшим на определенном этапе какого-то дела или в целом на жизненном этапе, ощущая, что что бы вы ни делали, вы не можете сдвинуться с места и перейти на другую ступень. Вселенная не просто так принесла в вашу реальность эту информацию. Если вы всерьез воспользуетесь советами из этого видео, то уже скоро станете свидетелем приятных перемен в вашей жизни. Наша текущая реальность отражает наши мысли, эмоции и переживания. Мы настраиваем себя на конкретные реальности, фокусируя наши мысли и чувства определенным образом. Причем неважно, делаем мы это осознанно или бессознательно. Если человек фокусируется на негативе, то получает его в избытке. Причем человеку может казаться, ну как же так, я ведь изо всех сил борюсь с этим, почему оно не уходит из моей жизни? Но в этом и есть проблема. Человек отдает все свое внимание и энергию тому, чего не хочет, тем самым удерживая это в своей реальности. Если при таких условиях человеку и удается перебороть свою проблему, то чаще всего он продолжает подсознательно находиться в образе мученика, пребывая в ожидании новых препятствий. Ведь мир, по его мнению, так жесток. Выбраться из этого замкнутого круга можно, для начала освоив искусство визуализации. Вы можете существенно повлиять на свое будущее и преодолеть ограничения, мешающие перейти на новый уровень, визуализируя реальность, которую вы хотите. Начните с мысленного представления жизни, которую вы хотите. Подумайте о каком-то счастливом событии, в котором вам нравится пребывать. Ключ к формированию вашей реальности – осознать то, что настоящее быстро становится прошлым. Если что-то произошло не так, как вы планировали, уже нет смысла беспокоиться об этом и отдавать этому еще больше своей энергии. Важно то, куда вы направляете свое внимание сейчас. Чтобы эффективно визуализировать, вам нужно понять два основных аспекта. Визуализация цели – это представление будущего результата, который вы намереваетесь воплотить в жизнь. Выберите цель сейчас. То, чего вы хотите достичь. Представьте не только картинку, но и эмоции. Ощущение успеха, чувство удовлетворенности. Если вам сложно до конца поверить в метафизические процессы, проходящие при выполнении этой техники, то примите хотя бы тот факт, что это не просто мечты наяву. Это мощный инструмент мотивации, который вы регулярно запускаете. Визуализируя свою цель, вы задаете программу мозгу на распознавание и использование возможностей, которые помогут вам достичь цель. Еще одним ключевым аспектом является позитивное подкрепление. Окружите себя аффирмациями и позитивными мыслями о своей цели. Это помогает укрепить вашу веру в свою способность достичь ее. Помните, что сомнения и негатив станут существенными препятствиями на пути к успеху. А позитивным настроем вы прокладываете путь к тому, чтобы достичь свою цель самым быстрым и приятным способом. Можно разбить вашу цель на более мелкие выполнимые задачи, если чувствуете, что большая цель кажется вам чем-то недостижимым и чужим. Также будьте гибкими на своем пути к цели. Иногда запланированный путь может потребовать корректировок. Будьте открыты для изменений и готовы адаптировать свои стратегии по мере необходимости, не попадая в ловушку негативных переживаний. Когда вы чувствуете себя позитивно и сфокусированы на цели, каждое ваше действие приближает вас к мечте. Думайте об этом процессе как об игре, где каждый пройденный вами уровень приближает вас к победе. Ну а правила этой игры вы наверняка уже слышали не раз. Вот некоторые из них. Дорога возникает под шагами идущего. Даже если вы сейчас не понимаете, как именно вы можете достичь своей цели, отбросьте переживания. Вы не можете точно знать, какими возможностями и ресурсами вы будете обладать даже через несколько месяцев. Ваша задача сейчас – подсвечивать свою цель визуализациями и хотя бы немного переставлять ноги в ее направлении. Второе правило игры – оглянешься, окаменеешь. Будьте терпеливы. Какое-то время в вашей реальности не будет наблюдаться никаких изменений. Или даже могут возникнуть мелкие неприятности. Но, как говорит Вадим Зеланд в своей книге о транссерфинге, это все временные неудобства, связанные с переездом на новый уровень отношений с реальностью. Нужно гнуть свою линию, несмотря ни на что. Вы должны быть уверены. Никуда оно не денется. Рано или поздно в реальности отразится тот образ, который вы создаете в своих мыслях. Если не поддаваться искушению оглянуться и увязнуть в негативе, все будет по-вашему. Начинайте движение к своей новой реальности прямо сейчас, даже если у вас минимум времени и возможностей. Не дожидайтесь идеальных условий. Они появятся в процессе движения к цели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok